В успешность такого предприятия никто в Балаклаве не верил. Прежде всего, конечно, над морским кладом лежало таинственное заклятие. Замшелые, древние, белые, сагбенные старцы рассказывали о том, что и прежде делались попытки добыть со дна английское золото. Приезжали и сами англичане, и какие-то фантастические американцы, ухлопывали пропасть денег и уезжали из Балаклавы ни с чем. Да и что могли поделать какие-нибудь англичане или американцы, если даже легендарные прежние героические балаклавцы потерпели здесь неудач? Само собой разумеется, что прежде и погоды были не такие, и уловы рыбы, и баркасы, и паруса, и люди были совсем не такие, как теперешняя мелюзга. Был некогда мифический Спиро. Он мог опуститься на любую глубину и пробыть под водой четверть часа. Так вот, этот Спиро, зажав между ногами камень в три пуда весом, опускался у белых камней на глубину сорока сажен на дно, где покоятся останки, затонувшие эскадры. И Спиро все видел. И корабль, и золото, но взять оттуда с собой не мог. Не пускает. — Вот бы Сашка-комиссионер попробовал, — лукаво замечал кто-нибудь из слушателей, — он у нас первый ныряльщик. И все кругом смеялись, и более других смеялся во весь свой гордый прекрасный род сам Сашка Аргиридий, или Сашка-комиссионер, как его называют. Этот парень, голубоглазый красавец с твердым античным профилем, в сущности, первый лентяй, плут и шут на всем Крымском побережье. Его прозвали комиссионером за то, что иногда в разгар сезона он возьмет и пришьет себе на ободок картуза пару золотых позументов и самовольно усядется на стуле где-нибудь поблизости от гостиницы, прямо на улице. Случается, что к нему обратятся с вопросом какие-нибудь легкомысленные туристы, и тут уж им никак не отлепиться от Сашки. Он мыкает их по горам, по задворкам, по виноградникам, по кладбищам, врет им с невероятной герзостью, забежит на минуту в чей-нибудь двор, наскоро разобьет в мелкие куски обломок старого печного горшка и потом, как слонов, уговаривает ошалевших путешественников купить по случаю эти черепки, остаток древней греческой вазы, которая была сделана еще до Рождества Христова, или сует им в нос обыкновенный овальный и тонкий галыш с провернутой вверху дыркой из тех, что рыбаки употребляют как грузило для сетей, и уверяет, что ни один греческий моряк не выйдет в море без такого талисмана, освященного у раки Николая Угодника и спасающего от бури. Но самый лучший его номер — подводный. Катая простодушную публику по заливу и, наслушавшись вдоволь, как она поет нелюдимо наше море и вниз по матушке по Волге, он искусно и незаметно заводит речь о затонувшей эскадре, о сказочном спиро и вообще о нырянии. Но четверть часа под водой — это даже самым доверчивым пассажирам кажется враньем, да еще при этом специально греческим враньем. Ну, две-три минуты — это еще куда ни шло, это можно, пожалуй, допустить, но пятнадцать? Сашка задет за живое. Сашка обижен в своем национальном самолюбии, Сашка хмурится. Наконец, если ему не верят, он сам лично может доказать, и даже сейчас, сию минуту, что он, Сашка, нырнет и пробудет под водой ровно десять минут. — Правда, это трудно, — говорит он, не без мрачности. Вечером у меня будет идти кровь из ушей и из глаз, но я никому не позволю говорить, что Сашка аргериди — хвостун. Его уговаривают, удерживают, но ничто уж теперь не помогает, раз человек оскорблен в своих лучших чувствах. Он быстро, сердито срывает с себя пиджак и панталоны, мгновенно раздевается, заставляя дам отворачиваться и заслоняться зонтиками, и бух! С шумом и брызгами летит вниз головой в воду, не забыв, однако, предварительно одним углом глаза рассчитать расстояние до недалекой мужской купальни. Сашка действительно прекрасный пловец и нырок. Бросившись на одну сторону лодки, он тотчас же глубоко в воде заворачивает под кирем и по дну плывет примехонько в купальню. И в то время, когда на лодке поднимается общая тревога, взаимные упреки, аханьи и всякая бестолочь, он сидит в купальне на ступеньке и торопливо докуривает чей-нибудь папиросный окурок. И таким же путем, совершенно неожиданно, Сашка выскакивает из воды у самой лодки, искусственно выпучив глаза и задыхаясь, к общему удивлению и восторгу. Конечно, ему перепадает за эти фокусы кое-какая мелочишка, но надо сказать, что руководит Сашкой в его проделках. Вовсе не алчность к деньгам, а мальчишеская, безумная, веселая проказливость. Итальянцы ни от кого не скрывали цели своего приезда. Они действительно пришли в Балаклаву с тем, чтобы попытаться исследовать место крушения и, если обстоятельства позволят, поднять со дна все наиболее ценное, главным образом, конечно, легендарное золото. Всей экспедицией руководил инженер Джузеппе Рестуччи, изобретатель особого подводного аппарата. Высокий, пожилой, молчаливый человек, всегда одетый в серое, с длинным серым лицом и почти седыми волосами, с бельмом на одном глазу, в общем, гораздо больше похожий на англичанина, чем на итальянца. Он поселился в гостинице на набережной, и по вечерам, когда к нему кое-кто приходил посидеть, гостеприимно угощал вином Кианти и стихами своего любимого поэта Стекетти. «Женская любовь — точно уголь, который, когда пламенеет, то жжется, а холодный грязнит». И хотя он это все говорил по-итальянски, своим сладким и певучим генуэзским акцентом, но и без перевода смысл стихов был ясен, благодаря его необыкновенно выразительным жестам. Он с таким видом внезапной боли отдергивал руку, обожженную воображаемым огнем, и с такой гримасой брезгливого отвращения он отбрасывал от себя холодный уголь. Был еще на судне капитан и двое его младших помощников. Но самым замечательным лицом из экипажа был, конечно, водолаз Иль Паламбаро, славный генуэзец по имени Сальваторе Трама. На его большом, круглом, темно-бронзовом лице, испещренном точно от ожога порохом, черными крапинками, проступали синими змейками напряженные вены. Он был невысок ростом, но благодаря необычайному объему грудной клетки, ширине плеч и массивности могучей шеи производил впечатление чрезмерно толстого человека. Когда он своей ленивой походкой, заложив руки в брючные карманы и широко расставляя короткие ноги, проходил с середины набережной улицы, то издали казался совсем одинаковых размеров, как в высоту, так и в ширину. Сальваторе Трама был приветливый, лениво-веселый, доверчивый человек с наклонностью к апоплексическому удару. Странный, диковинные вещи рассказывал он иногда о своих подводных впечатлениях. Однажды во время работы в Бесхайском заливе ему пришлось спуститься на дно на глубину более двадцати сажин. Внезапно он заметил, что на него сзади зеленоватого подводного сумрака надвинулась сверху какая-то огромная медленно плывущая тень. Потом тень остановилась. Сквозь круглое стекло водолазного шлема Сальваторе увидел, что над ним, в воршине над его головой, стоит, шевеля волнообразно краями своего круглого и плоского, как у Камбала, тела, гигантский электрический скат. Вот в эту комнату, так сказал Трама. Одного прикосновения его двойного хвоста к телу водолаза достаточно было бы для того, чтобы умертвить храброго Трама электрическим разрядом страшной силы. И эти две минуты ожидания, пока чудовище, точно раздумав, медленно поплыло дальше, колыхаясь извилисто своими тонкими боками, Трама считает самыми жуткими во всей своей тяжелой и опасной жизни. Рассказывал он также о своих встречах под водой с мертвыми матросами, брошенными за борт с корабля. Вопреки тяжести, привязанной к их ногам, они вследствие разложения тела попадают неизбежно в полосу воды такой плотности, что не идут уже больше ко дну, но и не поднимаются вверх, а стоя странствуют в воде, влекомые тихим течением, с ядром, висящим на ногах. Еще передавал Трама о таинственном случае, приключившемся с другим водолазом, его родственникам и учителем. Это был старый, крепкий, хладнокровный и отважный человек, обшаривший морское дно на побережьях чуть ли не всего земного шара. Своё исключительное и опасное ремесло он любил всей душой, как, впрочем, любил его каждый настоящий водолаз. Однажды этот человек, работая над прокладкой телеграфного подводного кабеля, должен был опуститься на дно на сравнительно небольшую глубину, но едва только он достиг ногами почвы и сигнализировал об этом наверх веревкой, как сейчас же на лодке уловили его новый тревожный сигнал «Подымайте наверх, нахожусь в опасности». Когда его поспешно вытащили и быстро отвинтили медный шлем от скафандра, то всех поразило выражение ужаса, исказившее его бледное лицо и заставившее побелеть его глаза. Водолаза раздели, напоили коньяком, старались его успокоить. Он долго не мог выговорить ни слова, так сильно стучали его челюсти одна другую. Наконец, придя в себя, он сказал «Баста, больше никогда не опущусь». «Я видел», но так до конца своих дней он никому не сказал, какое впечатление или какая галлюцинация так сильно потрясли его душу. Если об этом начинали разговаривать, он сердито замолкал и тотчас же покидал компанию. А в море он действительно больше не опускался ни одного раза. Матросов на Генова было человек пятнадцать. Жили они все на пароходе, а на берег съезжали сравнительно редко. С балаклавскими рыбаками отношения у них так и остались отдаленными и вежливо холодными. Только изредка Коля Кастанди бросал им добродушное приветствие. «Бона джорно, сеньоры!» «Вина Россо!» «Добрый день, господа! Красное вино!» «Итальянский!» Должно быть, очень скучно приходилось в балаклаве этим молодым веселым южным молодчикам, которые раньше побывали и в Рио-де-Жанейро, и на Мадагаскаре, и в Ирландии, и у берегов Африки, и во многих шумных портах европейского материка. В море постоянная опасность и напряжение всех сил, а на суше вино, женщины, песни, танцы и хорошая драка. Вот жизнь настоящего матроса. А балаклава? Всего-навсего маленький, тихонький уголок, узенькая щелочка голубого залива среди голых скал, облепленных несколькими десятками домишек. Вино здесь кислое и крепкое, а женщины совсем нет для развлечения бравого матроса. Балаклавские жены и дочери ведут замкнутый и целомудренный образ жизни, позволяя себе только одно невинное развлечение — посудачить с соседками у фонтана, в то время, когда их кувшины наполняются водой. Даже свои близкие мужчины как-то избегают ходить в гости в знакомые семьи, а предпочитают видеться в кофейне или на пристань. Однажды, впрочем, рыбаки оказали итальянцам небольшую услугу. При пароходе Генова был маленький паровой катер со старенькой, очень слабосильной машиной. Несколько матросов под командой помощника капитана вышли как-то в открытое море на этом катере. Но, как это часто бывает на Черном море, внезапно сорвавшийся бог весь откуда ветер подул от берега и стал уносить катер в море с постепенно возрастающей скоростью. Итальянцы долго не хотели сдаваться. Около часа они боролись с ветром и волной, и правда, страшно было в это время смотреть со скалы, как маленькая дымящаяся скорлупка то показывалась на белых гребнях, то совсем исчезала, точно проваливалась между волн. Катер не мог одолеть ветра, и его относило все дальше и дальше от берега. Наконец-то сверху, с Генуэзской крепости, заметили белую тряпку, поднятую на дымовой трубе, сигнал «Керплю бедствие». Тотчас же два лучших балаклавских баркаса, Слава России и Светлана, подняли паруса и вышли на помощь катеру. Через два часа они привели его на буксире. Итальянцы были немного сконфужены и довольно принужденно шутили над своим положением. Шутили и рыбаки, но вид у них был все-таки покровительственный. Иногда при ловле камбалы или белуги рыбакам случалось вытаскивать на крючке морского кота, тоже вид электрического ската. Прежде рыбак, соблюдая все меры предосторожности, отцеплял эту гадину от крючка и выбрасывал за борт. Но кто-то, должно быть, тот же знаток итальянского языка Коля, пустил слух, что для итальянцев вообще морской кот составляет первое лакомство. И с тех пор часто, возвращаясь с ловли и проходя мимо парохода, какой-нибудь рыбак кричал «Эй, итальяно, синьоро, вот вам на закуску!» И круглый плоский скат летел темным кругом по воздуху и сочно шлепался о палубу. Итальянцы смеялись, показывая свои великолепные зубы, добродушно кивали головами и что-то бормотали по-своему. Почем знать? Может быть, они и сами думали, что морской кот считается лучшим местным деликатесом и не хотели обижать добрых балаклавцев отказом. Недели через две по приезде итальянцы собрали и спустили на воду большой паром, на котором установили паровую и воздуходувные машины. Длинный кран лебедки, как гигантское удилище, наклонно воздвигался над паромом. В одно из воскресеньев Сальваторе Трама впервые спускался под воду в заливе. На нем был обыкновенный серый резиновый водолазный костюм, делавший его еще шире, чем обыкновенно, башмаки с свинцовыми подметками на ногах, железная манишка на груди, круглый медный шар, скрывавший голову. С полчаса он ходил по дну бухты, и путь его отмечался массой воздушных пузырьков, которые вскипали над ним на поверхности воды. А спустя неделю вся балаклава узнала, что на завтра водолаз будет опускаться уже у самых белых камней на глубину сорока сажен. И когда на другой день маленький жалкий катер повел паром к выходу из бухты, то у белых камней уже дожидались почти все рыбачьи баркасы, стоявшие в бухте. Сущность изобретения господина Ристуччи именно в том и заключалась, чтобы дать возможность водолазу опускаться на такую глубину, на которой человека в обыкновенном скафандре сплющило бы страшным давлением воды. И надо отдать справедливость балаклавцам, они не без волнения, и во всяком случае с чувством настоящего мужественного уважения глядели на приготовление к спуску, которые совершались перед их глазами. Прежде всего паровой кран поднял и поставил стаймя странный футляр, отдаленно напоминавший человеческую фигуру без головы и без рук. Футляр, сделанный из толстой красной меди, покрытой снаружи голубой эмалью. Потом этот футляр раскрыли, как раскрыли бы гигантский портсигар, в который нужно поместить точно сигару человеческое тело. Сальваторе Трама, покуривая папиросу, спокойно глядел на эти приготовления, лениво посмеивался, изредка бросал небрежные замечания. Потом швырнул окурок за борт, с развальцем подошел к футляру и боком втиснулся в него. Над водолазом довольно долго возились, устанавливая всевозможные приспособления, и надо сказать, что когда все было окончено, то он представлял собой довольно-таки страшное зрелище. Снаружи свободными оставались только руки. Все тело, вместе с неподвижными ногами, было заключено в сплошной голубой эмалевый гроб громадной тяжести. Голубой огромный шар с тремя стеклами, передним и двумя боковыми, и с электрическим фонарем на лбу, скрывал его голову. Подъемный канат, каучуковая трубка для воздуха, сигнальная веревка, телефонная проволока и осветительный провод казалось, опутывали весь снаряд и делали еще более необычайной и жуткой эту мертвую голубую массивную мумию с живыми человеческими руками. Раздался сигнал паровой машины, послышался грохот цепей. Странный голубой предмет отделился от палубы парома, потом плавно, слегка закручиваясь по вертикальной оси, проплыл в воздухе, и медленно, страшно медленно, стал опускаться за борт. Вот он коснулся поверхности воды, погрузился по колено, до пояса, по плечи, вот скрылась голова, а, наконец, ничего не видно, кроме медленно ползущего вниз стального каната. Балаклавские рыбаки переглядываются и молча с серьезным видом покачивают головами. Инженер Рестуччи у телефонного аппарата. Время от времени он бросает короткие приказания машинисту, регулирующему ход канаты. Кругом на лодках полная глубокая тишина, слышен только свист машины, накачивающий воздух. Погромыхивание шестерен, виск стального троса на блоке и отрывистые слова инженера. Все глаза устремлены на то место, где недавно исчезла уродливая, шарообразная, страшная голова. Спуск продолжается мучительно долго, больше часа. Но вот Рестуччи оживляется, несколько раз переспрашивает что-то в телефонную трубку и вдруг кидает короткую команду «Стоп!». Теперь все зрители понимают, что водолаз дошел до дна, и все вздыхают точно с облегчением. Самое страшное окончилось. Втиснутый в металлический футляр, имея свободными только руки, Трама был лишен возможности передвигаться по дну собственными средствами. Он только приказывал по телефону, чтобы его перемещали вместе с паромом вперед и передвигали лебедкой в стороны, поднимали вверх и опускали. Не отрываясь от телефонной трубки, Рестуччи повторял его приказания спокойно и повелительно, и казалось, что паром, лебедка и все машины приводились в движение волей невидимого, таинственного подводного человека. Через 20 минут Сальваторе Трама дал сигнал к подниманию. Также медленно его вытащили на поверхность, и когда он опять повис в воздухе, то производил странное впечатление какого-то грозного и беспомощного голубого животного, извлеченного чудом из морской бездны. Установили аппарат на палубе. Матросы быстрыми привычными движениями сняли шлем и распаковали футляр. Трама вышла из него в поту, задыхаясь лицом почти черным от прилива крови. Видно было, что он хотел улыбнуться, но у него вышла только страдальческая, измученная гримаса. Рыбаки в лодках почтительно молчали, и только в знак удивления покачивали головами, и по греческому обычаю значительно почмокивали языком. Через час всей Балаклаве стало известно все, что видел водолаз на дне моря у белых камней. Большинство кораблей было так занесено илом и всяким ссором, что не было надежды на их поднятие, а от трехмачтового фрегата с золотом, засосанного дном, торчит наружу только кусочек кормы с остатком медной позеленевшей надписи КАПР. Трама рассказывал также, что вокруг затонувшей эскадры он видел множество оборванных рыбачьих якорей, и это известие умилило рыбаков, потому что каждому из них, наверное, хоть раз в жизни пришлось оставить здесь свой якорь, который заело в камнях и обломках. Но и балаклавским рыбакам удалось однажды поразить итальянцев необыкновенным и в своем роде великолепным зрелищем. Это было 6 января, в день крещения Господня, день, который справляется в балаклаве совсем особенным образом. К этому времени итальянские водолазы уже окончательно убедились в бесплодности дальнейших работ по поднятию эскадры. Им оставалось всего лишь несколько дней до отплытия домой в милую, родную, веселую Геную, и они торопливо приводили в порядок пароход, чистили и мыли палубу, разбирали машины. Вид церковной процессии, духовенство в золотых ризах, хоругви, кресты и образа, церковное пение — все это привлекло их внимание, и они стояли вдоль борта, облокотившись на перила. Духовенство взошло на помост деревянной пристани. Сзади густо теснились женщины, старики и дети, а молодежь в лодках на заливе тесным полукругом опоясала пристань. Был солнечный, прозрачный и холодный день. Выпавший за ночь снег нежно лежал на улицах, на крышах и на пляшивых бурых горах, а вода в заливе синела, как аметист, и небо было голубое, праздничное, улыбающееся. Молодые рыбаки в лодках были одеты только для приличия в одно из подняй белье, иные же были голы до пояса. Все они дрожали от холода, еживесь, потирали озябшие руки и груди. Стройно и необычно сладостно неслось пение хора по неподвижной глади воды. «В Айордане крещающийся!» — тонко и фальшиво запел священник, и высоко поднятый крест заблестел в его руках белым металлом. Наступил самый серьезный момент. Молодые рыбаки стояли каждый на носу своего баркаса все полураздетые, наклоняясь вперед в нетерпеливом ожидании. Во второй раз пропел священник, и хор подхватил стройно и радостно «В Айордане». Наконец, в третий раз поднялся крест над толпой, и вдруг, брошенный рукой священника, полетел, описывая блестящую дугу в воздухе, и звонко упал в море. В тот же момент со всех баркасов с плеском и криками ринулись в воду вниз головами десятки крепких мускулистых тел. Прошло секунды три-четыре, пустые лодки покачивались, кланялись, взбудораженная вода ходила взад и вперед, потом одна за другой начали показываться над водою мотающиеся, фыркающие головы с волосами падающими на глаза. Позднее других вынырнул с крестом в руках молодой Яни Лепиади. Веселые итальянцы не могли сохранить надлежащей серьезности при виде этого необыкновенного, освященного седой древностью, полуспортивного, полурелигиозного обряда. Они встретили победителя такими дружными аплодисментами, что даже добродушный батюшка укоризненно покачал головой «нехорошо и очень нехорошо». Что это им, театральное представление? Ослепительно блестел снег, ласково синела вода, золотом солнце обливало залив, горы и людей, и крепко, густо, могущественно пахло морем. Хорошо? Хорошо? Продолжение следует...